Если кто-то из почетных гостей хотел бы сказать слово, я приглашаю сейчас на сцену. Дорогие друзья, Министерство культуры Донецкой Народной Республики приветствует всех участников фестиваля и вас, дорогие слушатели. Мы выражаем слова искренней благодарности организаторам фестиваля, Обществу польской культуры Полония и лично председателю Эрдман Ирине Александровне. Как уже говорилось, этот фестиваль польской культуры стал уже традиционным и горячо любимым публикой. В рамках фестиваля мы имеем возможность ближе познакомиться с польской культурой и в очередной раз услышать любимую музыку знаменитых польских композиторов и исполнителей. И этот праздник дарит нам общество Полония. Разрешите мне вручить благодарность Министерству культуры Донецкой Народной Республики, Обществу польской культуры Полония за активную творческую деятельность и весомый вклад в развитие польской культуры на территории Донецкой Народной Республики. Желаем всем добра, мира и вдохновения. Ирина Александровна. Продолжаем. Програжаем, министрый, достану дела. На самом деле, очень знаковое событие, что в Донецке день независимости Польши отмечается именно под патронатом Михаила Клефуса-Огинского. Как правильно было уже сказано, мало кто знает, что он был политиком, все знают, что он был композитором. Тем не менее, этот государственный деятель был участником восстания Костюшко, в котором поляков, которые были недовольны нынешним положением вещей в Польше, активно поддержала Россию. Некая такая аналогия проводится с нынешними событиями, если не ошибаюсь. Более того, в дальнейшем Михаил Акинский стал сенатором Российской империи. Это говорит о том, что я очень рад, что денег зависимости больше в нашей стране совмещается именно с празднованием до 150-летия этого человека. Ирина Александровна, я вас из всей души поздравляю с Днём Независимости. Простите, что молитвы позже, не 11-го числа. Вот позвольте вам обучить поздравление в виде грамоты. И, ну, как стало уже доброй традицией, Донецк есть Донецк. Пальма Мерцанова в Донецке – это символ. А современные пальмы, они совсем обычные. Их изготавливают при помощи осколков, которые сюда прилетают. Знаете, как говорится, снаряд дважды в одну воронку не падает, поэтому, если у вас эти осколки будут на столе, я надеюсь, это будут единственные осколки, которые к вам прилетят. Что касается розы, она сделана из того же последнего. Я вас поздравляю. Я поздравляю вас, друзья. Министерство на стране дел всегда будет поддерживать любые национальные общения, которые проживают в нашей стране. Поддерживать, помогать и всячески им содействовать. Спасибо. Спасибо большое. Для нас это очень было, наверное, в Донецке. Очень правильный движок. Спасибо.